Итак, газовое облако, которое вчера накрыло Нижний Новгород, выявило массу проблем в службах экстренного реагирования. Сотням тысяч людей, которые в течение часа по всему городу и в Заречной, и в верхней части задыхались от запаха газа, никто ничего не объяснял. Испуганные люди были наедине со своей паникой, и многие самостоятельно, целыми домами принимали решение эвакуироваться. Эвак много выходило, вот тут много стояло народа в подъезде, а ведь дождик был, кто под зонтами, кто под крышей. Мы подумали, что это утечка газа. Везде звонили, везде сбрасывали. Здравствуйте. Нигде, никуда не могли дозвониться. Никаких не было ни гудков, сбрасывать и всё, не дозвонить никуда. Вот случись какая-то катастрофа, никуда не дозвонишься. Наверное, такая авария была, что им не до этого уже было. А мне просто скажут, что халатность. 104, 112, вот это вот МЧС, звонят-звонят, опять сбросили. Люди звонят-звонят, опять сбросили. Да что это, как, никуда дозвониться нельзя. В ГУРГА звонили, потом звонили, в министерство звонили, я знаю. Бесполезно. Дом недавно взорвался-то. Самое страшное было. Нельзя было понять, 04 было занято, 112 было занято, горгазовские телефоны тоже не отвечали. И поэтому оказались в безвыходном положении, в смысле того, что неизвестно происхождение. Дело в том, что вот тут всем надоело уже, как эти самые машины ездили, предупреждали насчет коронавируса. А тут полное молчание, тайны и памятник. У меня даже сын стал задыхаться, он валит первой группой. Стал задыхаться, я закрыл балкон и у тебя закрыло окошки. Очень сильно перерло. Я считаю, что вот у нас есть оповещение, так сказать, почему оно не сработало. СМС не было, вот каждый день они шлют, там у нас грозы, ветра, я не знаю, ураганы. Это да, а здесь почему, я не знаю. Вдруг чего-то случилось бы, да, это же чревато взрывом. Нужно было куда-то, ну не знаю, закрыть форточки, во-первых, чтобы не отравиться. Вот у меня жена говорит, она, ну у нее не мигрени, а головные боли. Она говорит, целый вечер голова болела от этого. Что-то случись у нас такое вот локальное или что-то, ну абсолютно не готовы, мне кажется, к этому. Газовое облако проходило через Нижний Новгород в течение примерно полутора часов. Сормовский район, Канавинский, Ленинский, Приокский, Советский, Нижегородский. Подчеркну, что единственное оповещение, которое получили вчера нижегородцы от службы МЧС, это предупреждение о надвигающейся грозе. Почему же при таком, казалось бы, богатом арсенале радио, уличное оповещение, автомобили с громкоговорителями, СМС, мессенджеры, соцсети, ничего оперативно службами не было использовано, а телефоны служб быстрого реагирования просто отключились. Здравствуйте, с телевидения сети, она беспокоится. А почему система оповещения вчера не сработала? Что значит не сработала? Она не запускалась, поэтому не сработала. А почему ее не запускали? Почему жители не оповестили? Как быть в такой ситуации? Ну вот смотрите, во-первых, команду дает голова города, назовена запуск темы оповещения. А во-вторых, я думаю, наверное, как бы еще и хуже бы не было, чтобы людям, можно было сказать, еще больше в ажиотаж какой-то был, паника, наверное. Надо же, блин, сначала рассказать, что такое, эта история какая-то у газа, источник-то где? Потому что, ну, оставайтесь дома. Понимаете, вам сказали, оставайтесь дома. Вот почему? Как это оставаться дома? Может быть, не оставаться, может, наоборот, надо бежать, блин. Вот, понимаете, непонятно, вот это, откуда был источник, откуда, какова природа вот этого? Может, это и не газ был вообще? Ну, у нас же информации-то никакой, блин, мы же в области даже еще никто не знает, что это такое было-то. Кто вообще понимает, что это вообще было? Начальник на селекторе не может к вам подойти. Скажите, пожалуйста, почему вчера жители не могли дозвониться до вашей службы? Без комментариев. Без комментариев. Ну, новая смена без комментариев. Ну, а как такое возможно? Ведь звонили даже поселок, не могли дозвониться. Мы новая смена без комментариев, комментариев не даем. Слишком много звонков было, да, вчера? Без комментариев. Это был перегруз огромнейший. Такого в нашей практике не случалось никогда. Просто когда единомоментно жители четырех районов звонят, даже будь на самый канальный телефон, естественно, сеть с нагрузками не справляется. Как сообщили сегодня в правительстве области, причиной сильного запаха стала утечка аддоранта. Это сильно пахнущее вещество, которое добавляется в природный газ, который сам по себе запаха не имеет вообще. Концентрация была минимальная. Роспотребнадзор провел все исследования и показал, что концентрация аддоранта в воздухе минимальна и несколько раз меньше допустима. Поэтому срочно не были приняты меры для оповещения гражданам, потому что, честно говоря, боялись паникой стороны жителей. Но многие жители звонили и говорили, что и спрашивали, как им поступать в той или иной ситуации. То есть мы давали комментарий, что максимально выходить из дома, потому что на тот момент не была определена ситуация, что же случилось и где произошел этот выброс. Кстати, на настоящий момент не установлено, что именно послужило причиной утечки аддоранта и где и кем эта утечка была допущена. Продолжение следует...